Музыка 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 Наконец-то вышли погулять, пройтись, а то снег этими днями все падал. Посмотрите, видите, как нападал. Все тропинки, все, что мы с мамой чистили, опять все завалило. И у нас трактор приезжал. Буквально два дня назад все почистил. Это вот за два дня вот так снег нападал. Вообще, завалинки сюда, ну, как она называется, где эти дрова. Ну, хорошо, у нас натасканы, у нас дома. Вот, сегодня пока ничего не будем чистить, потому что праздник. Поздравляю вас с долгожданным крещением Господним. Сегодня работать нельзя. Вот завтра, послезавтра будем с мамой, значит, пробивать опять, чистить. Вот такая вот зима. Ну, мама говорит, это еще ничего. Прошлая зима, она, говорит, еще была снежная такая, говорит, была. И было еще больше сугробов и снега, который... Навалило тут, я говорю, это вообще ужас какой. Можно, говорю, с крыши, со второго этажа прыгать в снег. Кто не боится. Я вот сейчас немножко подышу воздухом. Занесу с крыльца дровишек домой, чтобы вечером не выходить. И вот мама, она ставит опять хлеб, заводит хлеб и какие-то печенюшки. Ну, наверное, будут песочные, не знаю, дома хотя есть, что с чем чай попить. Ну, как-то она хочет вот так. Так что, ну, улица не холодно, 0 градусов снег сейчас. То идет, то не идет. В общем, что хочет, то и делает. Так, уже под вечер, уже сколько? 20 минут пятого уже на улице немножко темно. Заложили мы с мамой камин. Пойду-выйду на улицу, немножко поработаем. Уже несколько дней, вот, последствия снегопада мы расчищаем. Тяжеловато, но каждый день по чуть-чуть. Вчера, вот видите, сколько мы нагребли, почистили. Я сверху еще почистила и снизу уже вдвоем. Потому что тяжело снег уплотняется. И сейчас нужно нам до бочки, где мы сжигаем мусор, прочистить. Потому что завтра хотим немножко сжечь вещи, которые там есть у нас. Вот так, конечно, красиво. Прямо как зимой в сказке. Вот так вот только откапываемся этими. Да, я рассказываю, тропинками откапываемся, потому что нереально тяжело, если трактор приедет. Там к бочке, где мы мусор жгем. А это вот тропинка, куда у нас собачки по этой тропинке в лес убегают. Вот надо им туда. И они туда в лес. Да, красиво все. Ну, видите, какие у нас сугробы намели. Тропинка в тот дом. Ну, я показывала вам уже. Наверное, уже надоело. Вот видите, какие. По колено. Вот если посмотреть. Вот. До Кудова. Пойдем посмотрим. Такие. Тут можно лабиринты. Я помню, не помню, какая зима была. Первая или вторая. Тут у нас все-все копали. По котру вы прокладывали. Ой, канализацию. Мы тоже зимой. Папик был еще тогда. Молодой, здоровый. Мама, Наташа, я, Лиза. И мы играли войнушку. Бабушка с Лизой. Мы прятались по этим котлованам. Скакали в сугробах. А мы их как будто искали. А папа выходил с фонариком. И их светило. Вот эти. Огород. Все-все засыпало. Ни прохода, ни к озеру, ничего. Ни к колодцу. Там, где вода. Ну, не колодец. Как сказать? Ну, колодец. Вот. Солнце еле видно. Вот оно. Хорошо сегодня. Солнышко. Сегодня. Не холодно. Что-нибудь пока? Самая высокая температура, наверное, была 12 градусов. Так. А я пошла в дом. Буду делать. Мы захотели, что как это называется? Не беляши. А по-другому они называются. Господи, вспомнила. Чебуреки. Буду делать чебуреки. И, конечно, вот тут сидят, ждут, когда их обратно выпустят. Только зашли. И они, знаете, всю жопу измозолят, как говорят. Туда-сюда, туда-сюда. Мама на улице, они за ней. Потом сидят. И сидят на снегу, и как будто их кто-то заставляет сидеть на снегу. Потом начинают скулить. Вот. Сидят. Да, про вас говорю. Ты куда собралась, только зашла. Ты только зашла. Никуда вы не пойдете. Будете дома сидеть. Так, у меня все приготовлено, да? Простое заварное тесто. Полтора стакана кипятка, яйцо или один желток, как вы смотрите. Соль, сахар, растительное масло, мука. Вот. Ну что вы. Ну и все. И тесто ваше готово. Сначала, знаете, как заваривать будем? Со стакана муки горячая воду. А потом уже будем примешивать всю остальную муку. Так будет лучше. Соли, отправила уже. Сахар. Сейчас немножко растительного масла, 2 столовые ложки. Так. И еще в тесто я добавлю колпачок лоточки. Ну и не только в тесто. Вот налепила. Налепила. Мама жарит. Мама говорит, она любит жареные, да, мам? Вот так выглядит. Красивые, золотистые. Будем пить чай. А ты что больше любишь, чебуреки или беляшки? Знаю, я и то, и то люблю. Либо мясо было. Мясо любишь? Вкусное мясо. Вкусное мясо? У них вкусное мясо. Первый раз слышу, что ты мясо любишь. В чебуреках? Вообще. Не, я мясо не люблю вообще, а в чебуреках люблю. А, в чебуреках любишь? Чтобы мясо было. Так вот, мама любит мясо в чебуреках. Ладно, пошла я убираю со стола. Убирать муку. Ой, сколько у нас получилось? 16 штучек, да? А я тоже не знаю. Он такие хорошие они. Не прорываются? Нет. Все понятно. А тот, который, говоришь, шкварчал? Вот лежит внизу, не знаю. Ага. Ну, посмотрим, когда есть, начнем. Ну, вот такие вот они получились. Да, давайте сейчас мы разломим и посмотрим на сочность. Сочные они или нет? О, сочные. Красота. Вкусное. Ой, запах. Хороший рецепт. Сейчас на втором этаже. На второй этаж зашла. Посмотрите, что мама делает. Она чистит. Видите, территория прочищена. К нам приезжал не трактор, а к нам приезжал такой, как струйный он. Чистил дорогу. И снег у него вылетает там на сторону такой. Как он, я не знаю, как он называется. И, короче, нам здесь прочистил две полоски. Мама решила, что я мало. Немножко решила прочистить. Но все равно хорошо. То есть, прочистил дорогу и немножко двор. Все это сделал он абсолютно бесплатно. В остальное время родители платили. Или зять платила, или родители платили за то, чтобы убрали снег. Вот так вот за зиму 3-4 раза там по 5-10 тысяч. А здесь уже приходит второй или третий раз. Все бесплатно. Трактора приходили, и все на свете. Мы не могли понять, что происходит. А получилось так, что родители здесь на месте живут уже 12 лет. И за это время у них сменилось 3, по-моему, 2 или 3 главы вот этих поселковых советов. Он на несколько деревень глава. Первый, когда приехали родители был, при нем работал секретарь Лида. Она живет в нашей деревне. И все это, все, что нужно было, командовала она. Прописаться, сделать какую-то справку. Все это она делала дома на коленях. Как говорится, через коленки. И хотела, делала, хотела, нет. Короче, управляла она. Потому что вот этот вот глава поселковых советов, он сидел у себя дома. А все дозволил делать свои секретутки. Нашла место, наконец-то села. Так вот. И когда были родители, короче, она их не излюбила. Начала сказать, Москалида, вы приехали, чукатитесь отсюда. И, короче, все, что вот нужно было делать. Например, почистить дорогу. Она чистила дорогу, там, тракторный, только в деревне. А к родителям сюда она не пускала. Она говорила, папа тогда был жив. Он говорил, ну ты приедь, я тебе заплачу, даже если тебе там наряда нет в нашу сторону. Он сказал, говорит, вы меня извините, я хотел бы, конечно, сделать. Но, извините, Лида сказала, что если я сюда поеду, она мне не подпишет вот этот наряд, и я вообще ничего не получу. И, в общем, нам приходилось нанимать вообще какого-то левого. И так вот они жили. То, значит, она что еще делала? Газ здесь на газу. Заказываете газ там сколько раз в месяц, раз в три месяца. И потом она развозит машину, то есть газ. И она никогда родителей не записывала, никогда им не звонила, никогда не написала объявления. Обычно, знаете, как объявление напишут там на столбе или где, а маме вот эти жители деревни позвонят и говорят, Галя, заказывают газ, тебе надо или нет тебя записать. А она нет. И, в общем-то, оставляла, считайте, папик он уже, в принципе, ну, с одним легким, да, с сахарной диабет уже, слабости. На своей машине он мог ездить, но не хватало ему силы. И, в общем-то, с больным человеком оставляла родителей без газа. Ну, приходилось, опять же, взять, убрать свою машину и ездить за газом. А что делать? То было она, знаете, что делала? Она привозила пустой баллон с газом. Вот даже до такой степени доходила. Представляете, какая ненависть, нелюбовь такая, в общем-то. И постоянно она в нашу сторону все шипело, все что-то там отворачивало свою морду. Потом опять сменился глава. Была какая-то женщина. Ну, она хаплене там дорогу, что-то сделали еще. Она так более-менее лояльна. Как-то, но все равно, опять же, эта Лидка, опять она какое-то влияние имела на эту женщину. И уже не так это было, как вот при первом, что не дам, не поеду, не получу. Но как-то уже у нее не получалось 100% ее пакости, как она делала при первом главе, который мы застали. Сейчас вот еще один сменился новый мужчина, такой деловой. Ну вот, уже какой раз он присылает к нам трактор. Мы сначала не могли понять, думали, зять нанял ему позволение, и он говорит нет. Он позвонил этому трактористу, потому что мы его нанимаем. Он знает, он сказал, нет, меня послал новый глава вот этой администрации. И сегодня, когда приехал вот этот вот струйный, он почистил, он почистил, уехал, ничего не сказал. Пускай даже две полоски, но все равно это намного приятней. И тут мама вышла на улицу, потом заходит, говорит, Ален, представляешь, говорит, что приезжал новый глава администрации. Говорит, да ты что? Она говорит, да, он приезжал познакомиться. То есть это тот человек, вот если двое тех главы администрации, они сидели у себя в деревне, и все полномочия они свешили на своих секретарей в этих деревнях на эту литку, то он приехал и сказал, вам почистили. Мама говорит, да, конечно, почистили, спасибо. За 12 лет первый раз, говорит, к нам приехали вот так, чтобы послал глава администрации, нам почистили. А то, говорит, не газ, то не газ. Ну, в общем-то, мама пожаловалась и сказал, то без газа оставят, то вообще сюда никого не посылают, то она им не подпишет, значит, на работу, как они называются, бумаги, чтобы они здесь работали. Он говорит, да вы что, говорит, это все, говорит, дело Лида, говорит, да. Он говорит, но она уже не работает. Вперед мы были в деревне, там сказали, короче, что Лиду сократили сначала на полставки, раз ты работаешь из дома, ей сказали, значит, ты будешь получать 50%. А сейчас вот он приехал и сказал, что Лида больше не работает, то есть уволили. То есть он, наверное, послушал то, что она делала. Ну, конечно, это не только к нам, наверное, она так относилась, и так на нее люди жаловали, что она такая хамка, но она такая хабалистая баба. Вообще, говорят, рязанские бабы такие, они хабалистые, да просят меня, рязанцы и рязанки. Но это правда, чуть что, они открывают свой хлебальник, начинают орать. Вот, такая вот она оказалась, и он сказал, спокойно приезжайте ко мне, мы познакомимся. Мама сказала, потому что мы платим налоги, все за это, и он сказал, да, все мне сейчас ясно. То есть сейчас новый глава администрации, такой дельный, такой, разъезжает по деревням, узнает проблемы, все, в общем-то, налаживает. Ну, думаю, надеюсь, что подружатся люди с ним. Хотя, знаете, люди ж не любят людей, которые что-то делают и занимаются своим делом. Вот такие вот у нас сегодня новости. В принципе, они неплохие для нас, потому что налаживается коммуникация с администрацией, хотя и с прошлой администрацией тоже была коммуникация. Но вот Лидочка как-то она какое-то влияние на них имела, то ли имела компромат какой-то на них, то ли что. Я дома тепло, почему я сижу в кофте, я собираюсь выйти на улицу. И вот, думаю, у меня есть пока время, расскажу вам новости, какие вот у нас. Так что мы теперь в этом году получили нового главу администрации, который заботится о людях, знает проблемы людей, которые живут в деревнях. Вот такие вот у меня сейчас выходят видео. Если вам нравится, ставьте лайки, делитесь в сетях, подписывайтесь на наш канал. А с вами была Елена. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много всего интересного.